Блиц. Теракты в Дагестане. Вызов Москве? Нет. Теракты в Дагестане – это вызов человеческому разуму, человеческому рассудку и исламу. Северный Кавказ. Пороховая бочка? Нет. Уже нет. Северный Кавказ был таким в начале 2000-х, сейчас это уже давно не так. Вслед за посадками в армии будут посадки в правительстве? Я думаю, что нет, не будут. Зачем? Михаил Мишустин вполне адекватно выполняет свою работу с точки зрения главы государства. Китай – единственная надежда России в борьбе с Западом? Китай вообще не является надеждой России в борьбе с Западом, потому что Китай является крупнейшим экономическим партнером Запада. Единственной надеждой России в борьбе с Западом является сама Россия. Что раньше? Конец конфликта в Украине или Третья мировая? Конфликт в Украине – это часть глобальной Третьей мировой войны, которую пока держат под контролем и не выпускают из-под контроля. Но в мире постепенно складываются военные блоки. А именно возникновение военных блоков было характерным для Первой и Второй мировых войн. И сейчас такие блоки постепенно складываются. Если такие блоки окончательно сложатся, то тогда вероятность Третьей мировой войны, конкретной, масштабной, которая будет идти по всей территории земного шара, я буду считать достаточно высокой. Но пока ситуация держится под контролем, а украинская трагедия – это только локальный участок глобального большого конфликта, большой конфронтации. Он вполне может быть остановлен в любое мгновение, поверьте. И как бы рычагов остановить украинский конфликт и у Запада, и у России более чем достаточно. С вами Мариан Минскер. Вы держитесь. На прямой связи со мной политолог, журналист Максим Шевченко. Максим, начну с Дагестана, с нападения боевиков на церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. Как бы вы описали произошедшее в Дагестане, что там случилось? Ну, я описал бы это как чудовищный террористический акт, бессмысленный, беспощадный, жестокий, самоубийственный, абсолютно противоречащий самой природе Дагестана, его традиции, отношений народов и религий внутри Дагестана. Дагестан никогда не знал ущемления других религий, никогда не знал ущемления православной веры или еврейской веры. И появление вот этих вот непонятных людей, которых мы никогда не узнаем, что они думали на самом деле, потому что они убиты, которые выходцы из дагестанской элиты, достаточно под дагестанским мерком высокого уровня. Их отец с 2010 года возглавлял муниципальное образование Сергокалинский район, до этого возглавлял крупный банк, а надо просто знать специфику Дагестана, Сергокалинский район, соседний Левашинский район. Там происходит такая специализация на финансовых операциях. Если вы раньше хотели, словом говоря, в Махачкале поменять деньги, то там вы проезжали на улицу, и на этой улице в основном были выходцы с Левашинского и Сергокалинского района Даргинса. Даже есть такая шутка в Дагестане, что по банковской сфере это значит вот Даргинса. Их отец возглавлял банк и был заслуженным экономистом Дагестана. То есть это представители так называемой золотой молодежи внутри дагестанской. Читая их биографии, мы видим, что они, собственно говоря, ни в чем себе не отказывали. Сейчас уже детально начинают разбираться в их биографиях. А вот как вы этот факт объясняете, что вот такие люди, представители золотой молодежи, пошли в террористы? А что это такие люди? Такие люди это и есть главная проблема Дагестана. Главная проблема Дагестана – это не большинство дагестанцев, которые верующие, которые ездят на хадж, тяжело зачастую, пересекая там, во время войны в Ираке ездили на хадж, в кузове грузовиков, понимаете. Подавляющее большинство дагестанцев – это трудолюбивые, честные, достойные, порядочные люди. Мусульмане. Подавляющее большинство дагестанцев – это мусульмане. Их ислам может быть достаточно религиозный, но в целом он никогда не являлся и проблемой как таковой. Но вот откуда вот эти вот взялись сейчас уже, после того, как разгромлено террористическое подполье, давно я помню, где-то к 12-13 году можно было уже говорить о том, что террористическое подполье получило такие смертельные удары, понимаете, когда Национальный антитеррористический комитет, Федеральная служба безопасности, ну и консолидация дагестанского общества всего и мусульман самых разных направлений привело к изоляции просто вот этих радикалов, такферистов, террористов. И вдруг вот эти вот появляются отморозки, которые приходят и убивают хладнокровно добрейшего человека, которого любил весь Дагестан, отца Николая в Дербенте. Мне доводилось с ним пересекаться, но это просто человек, от которого исходило добро, понимаете. Он всегда избегал политически острых моментов, никогда не высказывался про мусульман негативно. Я не знаю просто ни одного там бородатого или безбородого, религиозного или нерелигиозного, который к нему плохо относился. Но вот эти вот выродки пришли и убили. Поэтому для меня это шарада, которую надо разгадать. Она для меня не связана никак с религией, ни с какой религиозной доктриной. Потому что вся их религиозная доктрина умещается, как я понимаю, в чат, в котором состояли шесть человек, пятеро из которых убиты. Трупы их мы видели в Махачкале и в Дербенте, а один кто-то неопознан, шестой. В этом, значит, чате просто фотографии отца Николая. А может, это вообще не про ислам? Может, они денег задолжали? Может, им сказали, денег не отдадите? Там, не знаю, там, сто миллионов, например. Мы убьем вас, там, ваши семьи, ваших детей. Поэтому вот вы должны сделать вот это. С чем мы вообще взяли, что это религиозная мотивация? У нас сразу толпы экспертов вылезают, понимаете, в Москве, которые в Дагестан приезжают под охраной и ни разу там по улицам не ходили нормально. И вот они рассуждают о ваххабизме, там, салафизме, оскорбляя огромное количество добропорядочных, законопослушных дагестанцев, многие из которых, между прочим, сегодня в рядах российской армии, Росгвардии, касательно этой группы. А вот этот шестой, который выбыл в этом чате, которого мы не видели мертвым, он где-то в другом месте находился, очевидно, вне Дагестана. Это вот ключевая фигура. Я не знаю, захочет ли следственная группа, которая, безусловно, будет это все раскручивать, нам рассказать все детали общества. Это совершенно необязательно. Поскольку, возможно, речь идет о антитеррористической борьбе, и тут, возможно, всякие нюансы и всякие детали. Но я не верю, что они вот так вот сидели, вынашивали религиозные какие-то свои представления, разъезжая там на джипах, будучи членами «Единой России», и, в общем, строя карьеру, это, очевидно, по их биографиям вполне успешную, в компаниях, в госкомпаниях работали, между прочим. И вот так вот решили это внезапно совершить. Я думаю, что что-то такое случилось, что их подтолкнуло, и им сказали, вот вы должны это сделать. Они в ответ сказали, наверное, но нас же убьют, потому что, как они себя вели, не скрывая лиц посреди города, было очевидно, что живыми им не уйти. Их опознали еще в момент боя, когда они были живы. Уже опознали, что это сыновья и племянник такого-то человека. То есть они даже не скрывались, это были смертники. Или это предельно тупые люди, которые просто вот извилины, две-три извилины, которых не идут там дальше размышления такой логической связки. Если мы называемся мусульманами, мы должны пойти убить там христиан и евреев, например. Точка. Все. Вот это вот их как бы финал такой у них, понимаете. Они ничего не знают ни про Коран, что там сказано, как, что там, что надо сражаться с вооруженными, а безоружных защищать. Ничего не знают про историю ислама, когда пророк давал покровительство, например, монастырю Святой Екатерины на Синае, которому он дал специальный фирман, защищающий монахов, и даже поставил целое подразделение мусульман защищать монастырь Святой Екатерины. А самый древний монастырь сегодня православный на земле, этот фирман, хранился потом в Стамбуле, и сейчас, по-моему, хранится тоже, значит, в Турции. Возможно, они ничего про это не слышали. Но моя версия совсем другая. Моя версия, что это вообще к исламу не имеет отношения, что имеет отношение к каким-то политическим манипуляциям, и эти люди стали заложниками какой-то ситуации, наверное, в которой им сказали, либо вы делаете так вот, либо последствия для вас, для ваших семей будут гораздо хуже. Я просто... Потому что я не вижу рационального иного, понимаете, пути. Это никак не связано для меня ни с исламом, ни с ваххабизмом, ни с салафизмом, ни даже с самым радикальной идеологией, понимаете? Я до сих пор не могу понять, что такое идеология запрещенного исламского государства, когда ублюдки выходят и расстреливают безоружных людей просто. Я не могу понять, что ими движет, хотя историю терроризма мы знаем неплохо, и мы знаем, что не только в исламской истории, но и в истории социалистического терроризма, фашистского терроризма, радикального католического терроризма, допустим, в исполнении ирландской республиканской армии, которая взорвала гостиницу в Брайтоне, где погибло 200 с лишним человек. Они хотели убить Маргарит Тэтчер, в итоге убили поселителей гостиницы. Маргарит Тэтчер тогда опоздала на 20 минут, и поэтому осталась живых чудом. Вообще, психология террористов это скорее не цивилизационное, не культурное, не религиозное пространство исследования, а для психиатра исследования. Как люди, оказавшись в небольшой группе, замкнутой, становятся абсолютно объектами манипуляции того, кто им отрезает всякий источник информации внешний, который может повлиять на их мировоззрение, и подталкивает их к совершению определенного действия. Допустим, стать смертниками. Да, я просто пытаюсь понять, что могло сподвигнуть вот таких людей, золотую молодежь, сыновей, племянников, главы района, члены Единой России, вполне себе, казалось бы, успешных людей, не бедных мигрантов, как это было в случае теракта в Крокусе. Вот что их могло сподвигнуть, какие цели, почему мишень такая выбрана? Я эту золотую молодежь видел. Я не хочу все семьи, безусловно, Дагестана под одну гребенку. Там есть очень достойные молодые люди, достаточно влиятельных людей, но в основном культ социального превосходства, культ силы, он доминирует. Эта золотая молодежь, она с такой гнильцой, она с такой гнилью, и не только в Дагестане, но и в Москве, что, поверьте, распространена наркотики, химические наркотики, психоделические наркотики среди этой, так называемой, золотой молодежи. Это достаточно мерзкий и гнилостный слой таких богатеньких, которые мчатся по Москве по ночам, например, завывая шестицилиндровыми, шестисотцилиндровыми двигателями своих там Феррари или Мазерати, и полагают, что они живут в совершенно ином пространстве. Это не только про кавказцев речь, это вообще про золотую молодежь современной буржуазии, которые уверены, что им все сойдет с рук, что если они наедут на человека, папочка позвонит там в полицию, их отмажет, если они кого-то изобьют, или у них оружие, как правило, есть, и разрешение на оружие, и они его применят, то еще скажут, что те, против кого они применили оружие, виноваты потом, они привыкли к безнаказанности. Это вот, например, про этих вот Амаровых молодых. Давно, с 18-го года, там у них был суд с дагестанскими журналистами, у этого главы района, его там уже оклеветовали, потому что про его сыновей говорили, что это отморозки, которые ведут себя абсолютно как бы безнаказанно, там оскорбляют людей, там и ведут себя как хозяева жизни такие. Поэтому слово сочетание «золотая молодежь» в российском варианте, это не то же самое, что мерзкая плоть в исполнении героев романа одноименного Ивлина Во, знаменитого, который описывает британскую «золотую молодежь», понимаете, такую веселящихся там графов, аристократов и разных приблуд, которые там рядом с ними проводят время. Тут совсем по-другому все. Поэтому я считаю, что вот это вот формирование вот этого социального слоя безнаказанных, находящихся под покровительством кумовства и сговора власть имущих, это серьезная проблема, социальная проблема. И я замечал, что наиболее такие оголтелые и одиозные радикалы, они вот как раз из такой среды выходят, там, бывших наркоманов, которые перелечились, переломались, понимаете, а потом всем и вся там рассказывают, как правильно ислам исповедовать, либо там другие религии. Это не только в исламе, я таких встречал и в христианстве, к сожалению, тоже. Ну, правильно ли говорить, можно ли говорить, что в Кавказских республиках экстремизм это не удел маргиналов, а что он уже проник в умы весьма обеспеченных слоев населения? А так и было всегда. Вот кто такой был Ибрагим Гаджедадаев, запрещенный в России? Это был один из таких достаточно продвинутых персонажей, который основал террористическую организацию и марат-кавказскую в свое время. И многие из персонажей, которые там сидели или руководители, они были связаны с бизнес-элитами. Эти флешки, так называемые, с помощью которых бандитам и террористам передавались просто миллионы долларов с помощью этих флешек, понимаете, наличными, якобы шантаж бандитов, а на самом деле все эти террористы, лесные бандиты, подавляющая их часть, была просто инструментом взаимной борьбы криминальных элит, не только Дагестана. В Дагестане это было распространено в большей степени. Мне кажется, эта проблема по всей стране, она стоит серьезно. Проблема золотой молодежи, так называемой, которая как бы находится вне суда и которая уверена в том, что их отмажут. Но на Кавказе она приобретает особую такую пикантность, в силу темперамента просто свойственного региону и в силу мульти, скажем так, этнической картины региона. Когда вот в том же самом Дагестане у нас 52 народа, ну там уберем русских, уберем, допустим, хотя таты, это тоже вполне там участвуют, это кавказский народ иудейского веросповедания, которых называют часто горскими евреями, это таты. Таты один из народов Кавказа, есть таты евреи, а вот есть таты мусульмане, например. Говорят, что есть даже таты христиане. Но они тоже ведут себя как кавказцы. Я помню, у меня такой был разговор с таким замечательным раввином в Дербенте. Я его спрашиваю, а вот вы евреи, у вас же нет кровных мест? Он говорит, конечно нет, нам запрещено, но если кто кого убьет, мы обязательно отомстим. Говорю, ну а девушек вы похищаете, вам же нельзя? Он говорит, конечно нельзя, но если какая понравится, мы обязательно похитим. Понимаете? Ну такой темперамент в регионе. Это специфика, которую невозможно вытравить из региона и для которой на самом деле ислам всегда был таким сдерживающим фактором, этическим сдерживающим фактором вот этого такого тестостеронного мужского пространства. Я ничего плохого в этом, честно говоря, не вижу и хочу, чтобы Кавказ оставался всегда Кавказом, потому что где-то на земле нужны такие пространства, где мужское не боится показывать себя мужским, но при этом, конечно, этика должна быть и, на мой взгляд, государство в какой-то момент взяло курс на педалирование таких светских наслаждений в дагестанском обществе, среди девушек культ бомбит, так называемых таких как бы девчонок таких на каблуках с такими, которые только и думают о наслаждениях и удовольствиях сидя в кафе, специально продвигался. Это считалось, что это такая профилактика против терроризма. Среди молодых ребят продвигался культ такого как бы вот мачизма с этим ММА, понимаете, где там прыгают по арене и там лупят друг друга до крови полуголые люди, которые называют себя мусульманами, хотя ислам прямо запрещает такие физические действия, тем более еще калечащие людей ради денег. Вы считаете, что вот это привело к тому, к чему привело? Я считаю, что, конечно, культ силы, культ такого животного, культ телесного, который накладывался на традиционную цивилизацию региона, он парадоксальным образом, это моя гипотеза, он приводит к обострению ощущения греховности, а когда у людей обостряется ощущение греховности, когда у них есть вот ощущение у девушек, что они что-то не то делают, понимаете, потому что все они видят, что как бы общая парадигма региона это в том, что девушка должна там выйти замуж, стать матерью и быть хорошей там женой, например, да, а им говорят, нет, девчонки должны быть бомбитыми, должны сидеть там в кафе, коктейли подтягивать, кальяны, мальяны, там все дела, вот это все, девчонки, не думайте ни о чем, да, или там мужчина, он должен там жениться, завести семью, прежде всего это, потом как бы вот еще, там еще, 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 нет, ему говорят, нет, ты должен там нормально, все нормально стоять на ногах, по-пацански, да, вот так вот надо все делать, да, вот это приводит парадоксальным образом, это просто, ну, моя такая гипотеза, к обострению ощущения греха, от которого один шаг до радикализма религиозного, потому что, как сказал апостол Павел, там, где преизобилуют грех, там преизбыточествует благодать, вот там, где есть это острое ощущение греховности, там люди потом впадают в извращенную, гипертрофированную религиозность, это я просто много раз наблюдал в своей жизни, не только в исламском, но и в любом другом пространстве, как люди, которые сначала там жили просто в дикой богемной жизнью, там, понимаете, где-нибудь в конце 80-х, потом становились невероятно такими истовыми, просто православными, что там, как говорится, свечи при их появлении сами зажигались, поэтому здесь то же самое, вместо нормальной, ровной жизни, которой стабильной, традиционной для региона, исламской, безусловно, для подавляющего большинства людей в регионе, да, с огромными элементами самоуправления им постоянно какие-то политтехнологи из Москвы, как правило, внедряли какие-то, как им казалось, социопсихологические сценарии, которые должны противостоять терроризму, которые, на мой взгляд, на каждом следующем этапе, наоборот, приводили к витку еще более радикального, еще более истерического, еще менее интеллектуального и тем самым еще более опасного экстремизма. Экстремизм возникает в нездоровом обществе, он не связан с проблемой богатых или бедных, нельзя сказать, что бедные экстремисты, это не так, большинство террористов это люди из достаточно обеспеченных слоев, в том числе так было и в русском терроризме до революции, в эсеровском терроризме, иначе бедных там практически не было. Отец убитых боевиков, вот тот самый экс-глава района Амаров, судя по его показаниям, знал, чем занимаются его дети и ничего с этим не делал, никуда не сообщал. И другие члены террористических групп тоже, как выясняется, были на заметке у спецслужб и тоже никаких действий, они были на заметке как экстремисты и ничего не произошло. Почему так? Ну, во-первых, я не верю этим словам отца. Я вообще не могу себе представить, что в Дагестане отец пошел бы, донес на сыновей. Это я просто такого не верю. Ну, не донес, но ничего с этим не сделал, как отец, например. Да, я думаю, что это вранье просто полное. Я уверен, что никакими они не были ваххабитами, как их пытаются сейчас представить. Я думаю, что это были просто отморозки, которым в голову вот это вот у них как бы ударило в последний момент. Знаете, как так они вдруг были там кем-то. Они не похожи совершенно по своему действию на каких-то таких верующих вообще. Поэтому я думаю, что это просто для красного словца сказано. У него вообще-то восемь детей у этого отца. И чтобы выгородить остальных, наверное, он вот этих двух или трех сколько там погибло его детей оказались террористами, боевиками. Вот так вот говорит. Ну хорошо, другие были на заметке спецслужб, никаких действий. Под наблюдением это значит, что на профилактике. Я прекрасно знаю, что такое, кого в Дагестане ставили на профилактику. Вот, допустим, в Махачкале ЦПшники Центра по продействию и экстремизму советского района в Махачкале очень любили вламываться в детские садики исламские. Понимаете? И мешать работе детских садиков. Об этом я даже рассказывал президенту Медведеву, президенту Путину, когда был членом исповещения однократно. Вот, значит, вот воспитательницы и воспитатели этих детских садов, лучших Махачкале, туда трудно было даже устроить ребенка, у них были на профилактике. Я не верю, что дети главы района Сергея Калинского, одного из лидеров «Единой России», были на профилактике у Центра по праводействию экстремизма. Может, они хотели их поставить на профилактику, но я не верю, что они решились бы на это. Потому что, если бы они даже это хотели сделать, то их папа пошел бы и решил бы этот вопрос, и потом этим еще лейтенантам и капитанам, которые бы проявили такую инициативу, влетело бы сверху. В Дагестане, если человек сидит в банковской сфере, а потом с десятого года возглавляет район, то, поверьте, он имеет вход и к министру внутренних дел, и, в общем, куда угодно. Поэтому я что-то с трудом верю, что прямо вот знали про них, но ничего не делали. Столько за это время, с десятого года, даже с восемнадцатого, когда вот про них писали, да я знаю, там десятки случаев, сотни случаев, приходили домой, занимались, проводили специальные операции, отлавливали у мечетей, а вот про этих не знали ничего. Да, эти сказки пусть рассказывают своим вышестоящим начальникам. Все знали, но просто есть звери, которые, как известно, по Орвалу, все звери равны, но и звери, которые ровнее других. Сейчас часто вспоминают предыдущий инцидент в Махачкале, когда разъяренная толпа ворвалась в аэропорт и обыскала рейсы из Тель-Авива. Я не сравниваю, конечно, эти два происшествия, но есть мнение, что, возможно, действительно, на Северном Кавказе выросла своя Аль-Каида или свой ИГИЛ или что-то подобное вот в этом роде. Вы с этим не согласны? Абсолютно не согласен. Во-первых, там уже была своя Аль-Каида, и Марат Кавказ, запрещенный в России, числил себя частью Аль-Каиды, и Аль-Каида на Северном Кавказе была разгромлена в ходе достаточно длительной и кровопролитной антитеррористической войны, в которой погибло очень много людей, между прочим. Что касается всего остального, то я вообще не считаю, что события в Махачкалинском аэропорту хоть как-то связаны с этими дербенскими и махачкалинскими делами. Я, конечно... У меня есть вопросы про вот эти вот дербенские, махачкалинские кровавые расстрелы, но про аэропорт у меня практически нет вопросов. Мы с вами это обсуждали. Я вам говорил, что это внутренние разборки дагестанских кланов. Поэтому я считаю, что это все было организовано, не имеет отношения ни к антиизраильским настроениям, ни к антисемитизму, которого никогда в Дагестане не было и никогда не будет. И не имеет... Это вам любой татт расскажет, любой дагестанский еврей расскажет о том, что он никогда не испытывал никакого антисемитизма. Сергей Марков, политолог, близкий к Кремлю, тут опубликовал пост, что он недавно был на Северном Кавказе и что якобы по вечерам по городу там демонстративно ходят исламисты в компании девушек в никабах, демонстрируя, что они сила, они власть. И вот он предложил жестоко подавлять любые подобные проявления. Как вы это прокомментируете, Максим? Ну, я прокомментирую строчками из стихотворения Александра Блока «По вечерам над ресторанами горячий воздух дико-глух и правит окриками пьяными весенний тлетворный дух». Сергею Александровичу надо меньше по ресторанам сидеть в Махачкале и побольше изучать культуру Дагестана. А то перья страуса склоненные, понимаете, будут к нему качаться мозгу там и очень синие бездонные будут свести на дальнем берегу. Я думаю, что не надо указывать дагестанцам, как им строить свою жизнь. Дагестан, слава богу, живет, и те же самые дагестанцы, которые со своими любимыми женами, а дагестанцы откомментировали это заявление Маркова, это говорят, ходили супружеские пары просто. Вот те же самые ребята, которые ходили со своими женщинами по улицам, гуляли вечером, когда спадает жара и наступает прохлада, и Сергей Александрович подобно Блоку подсмотрел, понимаете, этих вот незнакомок, которые, значит, идут там, медленно пройдя меж пьяными, но в данном случае со спутниками, и не одни. Он им как бы предъявил. А эти дагестанцы, между прочим, идут и умирают потом в специальной военной операции. У многих дагестанцев из тех, кто умирает в СВО, жены или матери носят платки, носят, может быть, никабы, они идут и сражаются. Поэтому я считаю, что надо оставить в покое культуру наших народов. Мусульмане сами разберутся, как им одеваться, так же, как и евреи сами разберутся, носить им кипу или и наносить кипу, женщинам одевать сетку, волосы прятать под сетку или не прятать под сетку, волосы брить. В некоторых направлениях удаизма волосы, одевая парик, женщинам или не одевать парики. Православные разберутся, как им быть. За себя отвечайте, за себя. Никакой связи между одеянием верующих мусульманок в Дагестане и терроризмом просто не существует. А если некоторые политологи будут эту связь постоянно педалировать, мне кажется, это и есть раскачивание лодки, мне кажется, это и есть просто озлобление патриотичного, законопослушного и вполне пророссийского Дагестана. Почему в Дубаях таким образом может дойти до того, что приезжают из Эмиратов. У нас сейчас в Москве можно часто увидеть гостей из Эмиратов, которые к нам прилетают тут погулять и так далее. Вот часто я вижу пары в Москве идут по Арбату где-нибудь еще. Мужчина бородатый и рядом с ним его жена в Никабе. Дойдет до того, что будут приставать просто к иностранцам из Арабских Эмиратов, из Саудовской Аравии. На мой взгляд, это просто подрыв в том числе, я не знаю, сознательно или по неразумению позиции России в исламском мире, которая укрепляется благодаря позиции Владимира Путина, там Сергея Лаврова и так далее. А нет ли у вас, Максим, ощущения, что другие Кавказские республики берут пример с Чечни и Кадырова? Ему можно все, его сыновей награждают, его оппоненты извиняются публично на камеру в лучшем случае. Почему другим нельзя? Если бы Кавказские республики у себя создали такую же инфраструктуру социальную, как в Чеченской республике, то я могу сказать, что они берут пример с Кадырова. Если бы больницы в других Кавказских республиках были такие, как в Чеченской республике. В том же самом Дагестане, например, во время ковида пачка парацетамола 10 тысяч рублей стоила. Старики умирали в горах сотнями, если не тысячами. И даже специальная военная операция должны были разворачивать. Тимур Иванов арестованный сейчас. Это мы сейчас поговорим отдельно про это. Оказавшийся этим самым значит злодеем и коррупционером там разворачивал госпиталь в Дагестане, потому что не было своих больниц, не было своих... А в Чеченской республике была. Все было. И Рамзан Кадыров тогда дал приказ, чтобы жители других регионов получали такую же медицинскую помощь на территории Чеченской республики во время ковида. Поэтому, если бы во всем они брали пример с Рамзана Кадырова, глядишь, может быть, и на Кавказе везде жизнь стала бы гораздо спокойнее и гораздо комфортнее. Есть у вас предположения, Максим, где может рвануть в следующий раз? Ну, у меня таких предположений, естественно, нету и быть не может. Я считаю, что где угодно, потому что эти два ужасающих теракта, которые Крокус-Сити, я имею в виду, и вот Махачкала-Дербент, на мой взгляд, они как будто выстрелили внезапно из пустого пространства. Если вот террористическая война начала 2000-х была на фоне двух чеченских войн, международного терроризма, который пустил глубоко корни на Северном Кавказе, и вообще много было социальных и внутренних причин, которые могли для специалистов объяснить ситуацию. Алексей Всеволодович Малашенко, покойный, наш блистательный ученый, писал об этом, и не одну книгу писал там, очень дотошно и правильно объясняя многие вещи. Леонид Сюкиянин, Леонид Рудольевич Сюкиянин тоже, значит, объяснял многие вещи. Вот эти два теракта я выделяю как абсолютно, на мой взгляд, подвешенный и искусственно привязанный и к проблеме мигрантов, первый вариант, понимаете, и к проблеме так называемого радикализма в Дагестане. Они, это какая-то новая форма, новая форма каких-то психопатов, которые совершают совершенно ужасающие вещи, поражающие как своей бессмысленностью, так и своей идеологической убогостью просто, потому что ни за одним, ни за другим нету никаких даже формальных обоснований и быть не может, идеологических или религиозных. У меня вообще ощущение, что мы имеем дело с какими-то специфическими психотропными наркотиками, которые накачиваются вот какие-то люди, которые потом манипулируются. Есть такие вещества, как говорят специалисты, которые позволяют человека зажать вот буквально в коротком участке времени, в котором он сейчас находится, и отрезать от него размышления о последствиях, и человек как бы ему говорят, ты должен сейчас это сделать там, и он как бы не может даже подумать, а что будет потом, после того, как я это сделаю. Когда действие этих веществ пройдет, то он начнет об этом думать, например. Вот у меня остается впечатление и в Крокосе, и здесь, что мы имеем дело просто с сумасшедшими, с сумасшедшими какими-то выродками, которые совершают деяния, находящиеся за рамками любой этики, даже самой радикальной, поверьте. Потому что даже в самой радикальной террористической какой-то мотивации есть только какой-то смысл. Здесь нет никакого смысла вообще, потому что это никого не запугало, это ничего не дестабилизировало, это не привело ни к какому хаосу, наоборот, это позволило только консолидировать усилия государства, позволило консолидировать работы спецслужб, позволило ужесточить общественную риторику и ввести новые, еще более жестокие, жесткие, может быть, справедливые антитеррористические законы, поэтому смысла в этом нету никакого, ни малейшего, поэтому вот мне кажется, что это вот как-то вот так вот происходит. За то время, Максим, пока мы с вами не виделись, произошли глобальные перестановки во власти, новый министр обороны, новый секретарь Совбеза, у вас наверняка есть свое объяснение, почему это все происходит, но главное, как вы объясняете посадки высокопоставленных военных, вплоть до замминистра обороны Тимура Иванова, обычная ли это зачистка, которая происходит при таких масштабных перестановках, или мы имеем дело с началом каких-то глобальных процессов, не знаю, перестановок во власти, в стране, вообще изменений? Нет, это необычные, конечно, процессы, потому что Сергей Шойгу это необычный какой-то политик, а это долгое время один из основателей был, есть и остается современной политической системы. Это человек, который стоял у основания партии «Единая Россия» Сергея Шойгу. Это был единственный и остается единственный политик, который уже в ельцинское время занимал достаточно высокий федеральный министерский пост. Из ельцинского времени практически никто, кроме Шойгу, как бы не перешел в нашу эпоху. И говорят, что Шойгу это человек семьи, имея в виду ельцинское окружение, ближайшее Дьяченко, Юмашева. Поэтому для меня это разгром, это понижение статуса семейного, семейной составляющей современной российской власти. Долгое время Россия была консенсусом, который был заключен между старой ельцинской элитой, семейной элитой и теми, кто пришел вместе с Владимиром Путиным в 99-м году. Условно говоря, я бы сказал так, между Собчаком и Ельцином, потому что те, кто пришел вместе с Путиным, это птенцы гнезда Анатолия Собчака, которые выросли и окрепли под его началом в начале 90-х, который всегда, как и Собчак оппонировал Ельцину и ориентировался на республиканцев американских, на Буша-старшего, так и Ельцин оппонировал Собчаку, ориентируясь на Клинтона и на вот этих демократов-глобалистов. И этот консенсус сейчас нарушен, поэтому, смотрите-ка, мы узнали тут несколько дней назад, что, оказывается, у Ходорковского и Невзлина 1,4 миллиарда рублей, оказывается, были какие-то в России, несмотря на уголовные дела, и только сейчас у них решили отобрать эти деньги. Это семейные деньги-то. Поэтому я полагаю, если так смотреть глобально, ну, честно говоря, Путин человек очень осторожный и очень нелюбящий резких шагов. И он очень дорожил отношениями лично с Шойгу и пытался, мне кажется, показать Шойгу, что, да, Сережа, Сергей Кожегевич, я знаю, как бы, кто вы, откуда вы пришли, да, но я вам предлагаю вот идти вместе в будущее. И кредит доверия Шойгу был оказан неимоверным. И сняли его в итоге за провал специальной военной операции. Потому что трижды президент России, как минимум, ну, дважды, я точно помню, публично, не на закрытом совещании, а перед всей страной, дал приказ выйти на границы ДНР. И Шойгу сказал, сделаем. И приказ он не исполнил. Также Сталин снимал, в принципе, не являвшегося для него врагами, Тимошенко, который возглавлял в начале войны армию, Буденова, Ворошилова, многие из которых были его друзьями много лет, так же, как и Путин, Шойгу демонстрировали дружбу, Путин отдыхал там у Шойгу в Тве, в Хакасии, все такое прочее. А посадки высокопоставленных военных? Он не справился очевидно, он министр-монетарист, министр-монетарист мирной эпохи. Танковые батальоны, храм вооруженных сил, патриотический музей, парк Патреон. Вот это у него очень хорошо получается, у Сергея Кожугетовича и у Тимура Иванова. А вот когда речь идет об организации современной, высокотехнологичной, тут выходит, что что-то не хватает. Поэтому, на мой взгляд, сняли его, а вместе с ним возникает вопрос, ну вот он, допустим, снят, но под ним же много чего было там, да? И когда, я думаю, на стол президенту положили реальные документы, файлы с тем, какие суммы уходили не на х**, а, скажем так, согласно Романа Толстого, на мир, в другую сторону от линии фронта, я думаю, что президент рассверепел. Я пару раз видел Владимира Ивановича Путина свирепом, знаете, вот так вот. Ну, издалека, естественно, там просто видел, как у него глаза там, скажем так, цепенеют, знаете, такой становится ужасающий взгляд. Я думаю, когда он вот это увидел, и когда это он соотнес с теми ужасающими, кровопролитными событиями, которые происходят, с событиями 22-го года, со всем остальным, что ему обещали, очевидно, и не исполнили, он принял вот это вот достаточно продуманное и последовательное решение. У Шойгу была совершенно ясная дата исполнения его обещаний. Это вступление во власть Владимира Путина после выборов 24-го года. Вот май месяц, это была дата, которая была, очевидно, даже самому недалекому политологу в России и окрестностях, что вот это вот будет ключевая дата, под которую будут подверстаны серьезные, возможные, если они случатся, кадровые перемены. А когда вы говорите, Максим... Именно это и случилось. Максим, а когда вы говорите, что это связано с провалом военных действий, вы имеете в виду только на поле боя или о коррупции в армии вы тоже подразумеваете? Это связанные вещи. Это связанные вещи. Над российской историей висит призрак Крымской войны, который вел совершенно не глупый и не самый плохой царь Николай I, которого мы негативно оцениваем по декабристскому восстанию, потому что многие из нас симпатизируют декабристам, там пять повешено. Но на самом деле Николай I был таким рыцарским человеком, который там жен допустил до них, да потом из декабристов снял оковы и вытащил их оттуда, и детей не стал там забревать в крепостные и так далее, и так далее, и так далее. А эти пять повешенных это в принципе те, кто поднял вооруженный мятеж или там участвовал в убийстве губернатора Петербурга Милорадовича. И вот Николай I полагает, что он такой царь, значит, хороший, сейчас вот даст бой коалиции, примерно похожей на современную коалицию. Только что США тогда не было еще. Англия, Франция, Италия, Сардиния она тогда называлась. Ну и Турция тогда участвовала, но она была скорее поводом для вступления ансамбля европейских держав во главе с Британией, значит, в эту войну. При нейтральной такой позиции всегда вроде бы лояльных Пруссии и Австро-Венгрии. И что же, чем же заканчивается Крымская война? Абсолютным позором. Позором в организационном смысле, поражением в нескольких битвах там на речке Черной, на Балаклаве, потери Севастополя ключевой базы. И сопровождалось это все чудовищной, невероятной коррупцией, воровством. И говорят, что именно Николай Павлович потому так и захандрил по итогам этой войны, когда он понял, что дело не только в том, что у англичан ружья кирпичом не чистят, а у нас чистят, как говорил знаменитый Лесковский Левша, а дело еще и в том, что система полностью под ним эмансипировалась от власти и перешла в режим такого само удовлетворения, что и привело к крымской катастрофе, несмотря на подвиг героев Севастополя, естественно, матроса-кошки, адмирала Нахимова и всех остальных, кого описал Лев Николаевич Толстой в своих замечательных рассказах. Вот. И я думаю, что вот сейчас, когда поняли, что такой же призрак, коррупция, внутренняя коррупция, внутренний произвол, внутреннее воровство и коммерциализация войны, которая была основой поражения Крымской в 54-м году, в 854-м году, что она сейчас может встать тоже, тогда были приняты вот эти фундаментальные решения, потому что зеркалить ситуацию Крымской войны никто не хочет, мне кажется. Смотрите, о коррупциях в армии и о делах армейского руководства знали и писали давно, так же, как о многих других нарушениях, на которые тоже закрывались глаза. Вот почему так происходит, вы считаете? Это до верха информация не доходит? Или это просто такая система создана, при которой на каждого есть папочка, есть там досье, есть крючочки и компроматы им пока каждый вот на крючке он может делать все, что хочет до поры до времени, пока позволено делать, а дальше посмотрим. Ну, мне первое кажется, что если у нас такая система, что у нас, если ты загребаешь оттуда, откуда нельзя загребать или организуешь тендеры в пользу своих близких родственников, но при этом выполняешь то, что тебе поручено, там, допустим, строишь дорогу, правильно организуешь там снабжение армии, то это называется кормлением, а не коррупцией. А если ты вот это все делаешь, но при этом еще хреново не выполняешь, хреново выполняешь то, что тебе поручено, там, допустим, проводишь специальную военную операцию, планируешь, то это называется коррупцией. Год назад подобный принцип чуть не довел до беды. Я имею в виду мятеж или бунт Пригожина. По вашему мнению, какие выводы власть сделала из того, что произошло тогда? Пригожин проиграл Шойгу и Пригожин проиграл Герасимову. Потому что единственным требованием Пригожина, которое вся слышала страна и весь мир, было озвучено в его разговоре с генералом Евкуровым, генералом Алексеевым. Давайте сюда Шойгу и Герасимова. На что Алексеев, напомню, сказал, да забирайте. В шутку, естественно, помните? Юн Узбеку Матгиревич, который сейчас стал первым заместителем министра обороны, я считаю, что это очень позитивное назначение. Поскольку я лично знаю много лет Юн Узбека Евкурова, считаю, что это достойный, благородный, умный и, в общем, современный военный и очень такой, ну, в человеческом смысле правильный человек. Но он тогда, как говорится, там выступил посредником в переговорах с Пригожиным, значит, там телефон у него как разозвонил, на этом оборвался этот видеосюжет. И, собственно, бунт Пригожина, это же был бунт не против власти, не против президента Путина, наоборот, за президента Путина, которому хотели открыть глаза на коррупцию, на произвол и на беззаконие. я точно могу сказать, что все версии о том, что судьба Шойгу была под влиянием Пригожина, можно исключить, потому что чего мы точно знаем про нашего президента, что никогда ничего не делает под давлением. Это абсолютно исключено. Вот кто-то поднимает мятеж, и он потом подумал, да, правильно они говорили, давай-ка я это сделаю. Вот это абсолютно он так никогда не делает. Причины снятия Шойгу гораздо более масштабны, гораздо более глобальны. Я считаю, также и абсолютно враждебное, если возвращаясь к моей первой мысли, также абсолютно враждебное поведение таких видных членов семьи, как Чубайс и многих других по отношению к современной российской власти, думаю, тут тоже сыграло свою роль. Поэтому я думаю, что Пригожинский мятеж, который носил такой внутренний локальный характер, на самом деле, как я считаю, мятежом-то серьез и не был, он был, скажем так, таким нервным таким взбрыкиванием, потому что Пригожины стали отрезать от снарядов, от снабжения, отрезать от возможности вербовать заключенных и пополнять его растущее боевое подразделение, которое насчитывало уже порядка 30 тысяч человек и обладало авиацией, артиллерией, бронетехникой и, в общем, чуть ли не спутниками войск, собственными какими-то там подразделениями космических войск. Ну, в общем, как говорится, решили, что не надо. А что лично вы за этот год узнали нового или, может быть, поняли про этот мятеж Пригожинский? Да ничего я не понял и не хочу понимать про этот мятеж. А как вы считаете, Пригожин действительно погиб или еще всплывет? Марьяна, есть вопросы, на которые я не знаю, как отвечать. Я потому что ничего не считаю по этому поводу. Если бы не пересечение с судьбой Архана Джамаля, убитого в Африке, моего друга, то я бы вообще и не думал бы и не интересовался бы этим никогда, понимаете? Потому что меня этим не касается. Это чужой бизнес, у которого, как говорится, есть свои минусы, свои плюсы были какие-то для кого-то, для многих. Поэтому что мне в это лезть, жив он или мертв? Пусть те, кому интересно гадать на кофей мигуще, гадают. Он в любом случае мертв. В политическом это точно. И в экономическом это 100%. Потом, я не думаю, что президент России играл бы в такую игру, когда он стал говорить, у них там кокаин был, гранаты баловались, понимаете? Это же нам рассказал президент России, правда ведь, да? Про вот это все, что там случилось. А не кто-то там еще, не какой-то спикер какого-то там следственной или прокуратуры. Это президент сказал. Поэтому не доверять первому лицу в данном вопросе у меня нету ни малейших оснований. Давайте поговорим о внутриполитической ситуации. Гайки в стране продолжают закручиваться и косвенно это коснулось лично вас, потому что ваша бывшая супруга, Надежда Киворкова, журналистка и писательница, арестована и находится под стражей. Могли бы вы, Максим, поподробнее рассказать, что сейчас происходит и вообще о вашем отношении к этому делу? Ну, я считаю, что Надежда абсолютно невиновна. То, в чем ее обвиняют, два обвинения, один это пост 21-го года, где она сказала, талибы красавчики, мне кажется, президент России и министр иностранных дел гораздо более комплементарно высказались в отношении движения Талибан, а второй это текст Архана Джамаля от 10-го года, который до этого был опубликован многократно в разных СМИ, который она репостнула через неделю после похорон Архана Джамаля в своем телеграм-канале, когда она обливалась слезами там, и мы уже не жили в это время, и в общем у нас были разные судьбы, разные жизни, но я организовал похороны Архана Джамаля, я прекрасно помню, тогда нам, ну, мы контактировали, естественно, на этом фоне, поэтому, ну, судить женщину за ее эмоции, за эмоциональные какие-то вещи, она романтическая, абсолютно такая русская женщина, очень культурная, очень образованная, из таких литературных кругов, и поэтому фактически ее судят за ее эмоциональность, за ее творческий дар, и за ее такую открытость любому, кого она сочтет униженным и оскорбленным. На мой взгляд, это очень русская черта, Надежда, она вот воплощает в себе такой романтический, идеальный образ русской героини конца 19 века, героини Достоевского, запросто, понимаете, Толстого, это вот она, или Лескова, например. Поэтому, ну, я понимаю прекрасно, что прицепиться можно к чему угодно. Может быть, есть какая-то другая причина, потому что Россия же сейчас дружит с талибами открыто. Я не знаю никаких других причин, и это, пожалуйста, вот есть для этого адвоката, я вам говорю просто мое отношение к тому официальному обвинению, которое фигурирует в ходе, в частности, обсуждения меры пресечения. Я просто лично в который раз обращаюсь к российским властям, к силовым структурам с просьбой проявить снисхождение к Надежде, которая очень много сделала для нашей страны, которая участвовала в создании православного образования в нашей стране, работала в православной гимназии Радонеж, писала учебник православный по истории России, которая всегда приходила на помощь тем, кого она в данный момент считала униженными и оскорбленными. Поэтому чего из нее делать какого-то врага и какого-то злодея? Максим, а вас когда-нибудь кто-нибудь предупреждал о том, чтобы потише говорить, не высказываться на определенные темы, не высовываться? Я не буду это комментировать, Марьяна, потому что безусловно предупреждали. Сыпятся на меня в моих чатах в телеграм-канале постоянно такие комментарии. От Шевченко, когда тебя наконец прикончат или посадят, до Максим Леонардович, будьте осторожней, там и так далее. Но многие люди благодарят меня за мою позицию. Я стараюсь быть в мире безумия, здравомыслящим человеком. Я являюсь патриотом моей страны, моего народа. Многонационального, кстати. Хотя сам я русский, абсолютно русский человек, православный христианин. И вопрос, который я часто в последнее время задаю своим гостям. Сейчас очень много разговоров о ядерном оружии, атомную бомбу, что называется, нормализовали. Нет ли у вас опасений, что мы движемся к Третьей мировой? Есть. У меня такое опасение есть. У человечества нет, на самом деле, опыта ядерной войны. У человечества есть опыт применения державы, которая обладала этим оружием и имела тотальное превосходство над противником двух атомных бомб с целью даже не устрашения Японии, которая уже к этому моменту была абсолютно разгромлена и даже не на коленях стояла, просто лежала ничком, а с целью устрашения товарища Сталина, которому продемонстрировал господин Трумэн, что вот у Америки есть бомба, а у вас ее нет. Поэтому мы с вами сделаем все, что захотим. Но опыта обмена ядерным оружием нет. Такой опыт есть только в фантастических романах, в разного рода фильмах, и поэтому реально мы не знаем, что это. Есть на эту тему многие сценарии, которые учеными продуманы и придуманы о том, что вот будет ядерная зима, кто-то говорит, нет, не будет ядерной зимы. Вот, по крайней мере, некоторые говорят, что уже там на востоке Украины применено, ну хорошо, на западе России, кто как хочет, пусть тот так и считает, совокупные потенциалы взрывчатых веществ больше, чем несколько атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Как видим, ядерной зимы не наступило. Альберта Эйнштейна, когда его спросили, чем кончится ядерная война, кто победит в ядерной войне, он сказал, тот, кто быстрее сумеет соорудить каменный топор. Такой был парадокс. Но мне кажется, что у правящих элит мира есть огромный соблазн попробовать на деле. А так ли это страшно, как об этом говорят фантасты и киносценаристы, или это будет просто вот так же, как это сделал Трумен с Хиросимой и Нагасаки, где на самом деле были применены атомные бомбы, а уже спустя там некоторое время там не было ни радиации, ни остаточной радиации. И вполне, как говорится, сегодня вы можете переехать в Хиросиму и Нагасаки, там это такие цветущие города, которые, конечно, хранят в себе горькую память о тех ужасающих августовских днях 1945 года, когда их сделали лабораторией для испытания ужасающей мощи бомбы, как это показано в блистательном фильме «Оппенгеймер», заслуженно получившем многочисленные награды в камах. Поэтому соблазн у них есть, да, они думают, что и мы слышим из уст политиков и российских там… Ну, то есть вы не считаете, что это такая агрессивная риторика, вы считаете, что мы на грани обмена вот этими ядерными ударами, мы очень близко к этой грани подошли? Нет. Мы не подошли близко к этой грани, потому что, как сказано в доктрине, допустим, ядерной доктрине России, когда речь будет идти о существовании российского государства, тогда это оружие будет применено. Это можно по-разному трактовать, Максим, вы же понимаете. Ну, речь о существовании это вот, условно говоря, там, не знаю, поражение. Когда начнутся удары внезапные ракетные, там, НАТОвские, полетят тысячи крылатых ракет, которые будут поражать командные центры, инфраструктурные центры России, например, вот это тогда будет момент для применения стратегического ядерного оружия. Обсуждается применение тактического ядерного оружия, которое очень часто путают со стратегическим. Стратегическое ядерное оружие это оружие мощью в сотни мегатонн, которое сносит с лица земли города и даже целые страны. Есть страны в Европе, для которых достаточно там двух-трех таких стратегических бомб, там, по 200 мегатонн каждая, да, а тактическое ядерное оружие это оружие уровня Хиросимы Нагасаки, 20 килотонн, например. В советской доктрине военной, да не только в советской, собственно говоря, применение такого оружия ядерного на поле боя это было совершенно нормой. У американцев это нейтронное оружие, которое как бы применяется как мини-ядерная бомба, применяется нейтронное излучение, все живое убивается, города не разрушаются, как известно. Помните, как такой стишок был? Школа стоит, а внутри никого. Мальчик нейтронную бомбу нашел там, в школу пришел, школа стоит, а внутри никого. Вот так же вот это. Поэтому на самом деле в военных доктринах и НАТО и советской, которые наследуют российской военной доктрины, тактическое ядерное оружие, как оружие прорыва, подавления, сопротивления, уничтожения глубинного командного центра, который там закопан на 100 метров в глубину, например, оно вполне существует. Вы не исключаете, что ядерное оружие может быть применено в конфликте в Украине? Тактическое я совершенно не исключаю, что тактическое ядерное оружие может быть применено. Стратегическое ядерное оружие, я думаю, это из области фантастики пока, а тактическое я, к сожалению, не исключаю. Это был Максим Шевченко и я, Мариан Минскер, а вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал РТВИ, там много важного. Редактор субтитров А.Семкин